МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня я совершенно свободна. А чем ты любишь заниматься в свободное время? Позвони мне, вдруг наши желания совпадают. Может быть, встретимся в одно время и в одном месте. Жду с нетерпением. Привет, я Жанна. И сегодня в свободное время я узнаю, что общего у Евгения Дробышева и Евгения Гришковца. Кроме гениального имени, конечно же. А общего довольно много. Общая вера, общая страна, общий президент в этой стране и общая планета, на поверхности которой стоит театр, которым Дробышев поставил Гришковца. Я, честно говоря, боялся этой пьесы, очень боялся. Эта идея вообще не моя, это идея Вячеслава Назарова. Он как бы ее принес, он ее предложил. Он ее начал делать с артистами. А потом как-то получилось, у нас уже играть начали. И вдруг я понял, даже неожиданно, что она понравилась, что на нее идут. Ну и прекрасно, хорошо. Даже больше того, этот спектакль, он пошел в Самаре, потом поехал в Вену, потом поехал в Венгрию, в несколько городов. И везде, везде, везде. Австрийцы, там, мексиканцы были, венгры. Они все говорили, это про нас. Спектакль практически монолог, монолог актера. И, то есть, настолько все как бы ложится на индивидуальность актера, что вот действительно третий исполнитель и совершенно другой спектакль. Текст остается один и тот же, совершенно другой спектакль. И интересно, когда разные, действительно очень разные мужчины. Да, и Слава Назарова, и возраст у всех разный. Слава Назарова вообще еще совсем молодой был после института. Но вот я знаю, что у меня не зрители, когда смотрели Юлию Сославой, вот, они еще совсем молоденькие, и потом у нас с вашей Буклеевым, то говорили, ну, два разных совершенно спектакля. Не сравнивали хуже и лучше. То есть, абсолютно. Просто когда смотришь в исполнении совсем молодых, больше смеются зрители. Ну, больше смеялись. Потому что когда молодежь переживает, молодые переживают, что нет любви, ну, как так посмеиваешься над ними, что у вас еще все впереди. Когда взрослые люди рассуждают о том же, а проблемы остаются и в нашем возрасте, вот, то, ну, вскрывается новый пласт. А чем он подкупает, чем подкупает? Он, вот, рассматривает в душе какие-то вещи, о которых, ну, о которых все знают и как-то не думают. Ну, почуяли что-то и забыли. Ну, там, подумали о чем-то и забыли. А он что-то это вспоминает, раскапывает, и оказывается, что, оказывается, все об этом думали. Все это переживали, и у всех это было когда-то, и все это забытое. А он вот об этом говорит, и все вспоминают точно. Было все, было, было, было. Я Игоря Шкопца тоже люблю за то, что это про меня, за его простоту и понятность. Не представляю, как тяжело было артистам перестроиться. Ведь в планете два персонажа, которые даже не пересекаются. То есть, партнер присутствует на сцене, но он или она, как бы, и не партнер. То есть, общения с ним нет. Для меня важнее всего партнер. И все спасение артиста, ну, по моему представлению, меня, всегда в партнере. То есть, даже я не знаю, как я буду играть, если я играю без партнера. То есть, любой спектакль, я не могу заранее знать, как я его сыграю. А в этом спектакле, как бы, партнер выступает в зал. Самое лучшее, чтобы было ощущение, что ты рассказываешь о себе. И сам Гришковец в предисловии к своим пьесам пишет, что не придерживайтесь текста пьес. Можете говорить что-то свое, лишь бы было от себя. Олег, это Олег, вот он вышел, он, тем более он выйдет перед началом. И что он будет говорить перед началом, я вообще не знаю даже. Он что-то ведь будет говорить. Понять вот это мне было очень сложно. То есть, Евгений Борисович говорил мне очень много, как бы он меня водил по ним. Да, я все понимал. Как только я начинал идти сам, то есть, я невольно начинал играть. Но заметно этого не было. Я про игру, конечно. По-моему, все было очень открыто и присвоено. И казалось, что текст рождается сиюминутно в голове исполнителя. Под текстом распределиться, 60 страниц текста распределиться просто надо было. Физически развесить. И пока еще, я считаю, что еще, как бы, первые шаги сделаны в освоении материала. Я думаю, что самая настоящая премьера сегодня произошла. То есть, Олег совершенно по-новому раскрыл. И сам Олег очень хороший актер. И у него огромный актерский опыт. И уже, как бы, и мужской, и человеческий. То есть, он взрослый человек. И поэтому, я думаю, что спектакль заново открылся. Открылся или нет, но зрителей в зале было не очень много. И это странно. Возможно, многие уже насладились этим произведением Гришковца в исполнении самого автора. Я вот имела честь насладиться. Но ощущение такое, что это два совершенно разных спектакля. И, честно говоря, самарский вариант меня больше зацепил. Не знаю даже, чья в этом заслуга. Исполнителей. Или режиссера. Гришковец замечательный исполнитель своих пьес. Я не уверен, как он там будет исполнять другое, но для своих пьес он идеальный исполнитель. Он совершенно бесподобный драматург, но он плохой режиссер. Сам себя чуть-чуть поглажу, но я скажу, что именно режиссура это отличается. То есть, конечно, там Гришковец, может быть, там лучше и Славки Назарова, и Олега, но сам рассказ у него получился, может, даже менее внятен, потому что там есть какие-то места, которые видит лишь режиссер. Как это надо подать, как сделать. Он режиссеров не привлекает, он сам режиссирует. Но режиссер он не очень. А что больше всего про меня, так это монолог «Женщина». Прямо от начала и до конца про меня. И от этого хочется измеяться и плакать. Просто, ну как же так? Раз у всех одни и те же проблемы, одни и те же ошибки, что же мы не меняем-то ничего? Монолог достаточно короткий, но очень емкий. Написала его актриса, не Гришковец. Вот, и очень, но режиссер разрешил, в принципе, Гришковец в пьесе, делал оговорку, что можно адаптироваться под себя. То есть, не меняя, конечно, смысл, что, в общем-то, я с удовольствием и сделала. Я люблю так немножко. Вот, и в чем отличие? Я здесь не имею права на ошибку. То есть, когда роль большая, даже не центральная, но большая. То есть, ты появляешься в одной сцене, во второй, в третьей. Ты одну сцену не доиграл, во второй доиграл. То есть, линию роли тянешь, и можно где-то доиграть, можно где-то все-таки показать судьбу. Здесь нет права на ошибку. То есть, вот ты выходишь и в коротком монологе, ты должна вот сказать так, что... Ну, как минимум, все женщины в зале поняли. В принципе, все все поняли и поверили исполнителям. И зал, стоя, долго аплодировал. Ну и пусть не полный, пусть спектакль пока еще и не кассовый. Так здорово, что он есть. Мы должны иметь этот спектакль в репертуаре, потому что обидно, что он там прошел вот какое-то количество раз. Слава Назаров ушел и как бы вот, и нет планеты. Потому что, ну, принцип в театре, кто бы не уходил, а спектакль идет. И пусть идет. И пусть не при переполненном зале, ведь это же про любовь и про надежду. Свободен не тот, кто ничего не делает, а тот, кто находит время для себя. Здоровая эгоистка, Жанна, увидимся. Может быть, даже здесь. Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин